В Одессе избили известного американского певца Билла Уоррена. Иностранцу 73 года. В последнее время он часто приезжает в Украину с концертами. Как все произошло, разбирался Андрей Анастасов. В прессе его называют учеником Фрэнка Синатра. Концерты в клубах, да и просто выступления на одесских улицах. Билл сторонник того, чтобы музыка была доступна всем. Но сегодня гражданин США снимает побои. Травмы на лице и руках. Рассказывает, все произошло вечером на Дерибасовской. Сидел в кафе на улице, как вдруг увидел своего знакомого. Тоже американца. Тот давно ему угрожал. А в этот раз и вовсе напал. Он подошел и показал мне средний палец. Я сказал, хороший палец и ухмыльнулся. Тогда он ударил меня по лицу. Я упал на землю, думал, что умираю. Вот этот глаз, челюсть. Я едва могу коснуться носа. Не знаю, сломан он или нет. Сразу после инцидента избитого иностранца сфотографировал случайный прохожий. Активист Юрий Диченко. Он и вызвал полицию. Но правоохранители долго не приезжали. Хотя райотдел находится буквально за углом. Мы не дождались полицию. Вот и за 40 минут. Потом прошло еще 10 минут. Полиция перезвонила. И сказала, что у нас может быть где-то через 15 минут. По факту прошло больше часа. Билл жалуется. В райотделе полицейские отнеслись к ситуации халатно. Долго не принимали заявления. Не знали английского на элементарном уровне. А к его обидчику, которого тоже доставили в отделение, наоборот, проявляли симпатию. Они хлопали его по плечу. Я думаю, он им заплатил. Ведь здесь так все работает, верно? Я знаю, что тут происходит. У вас самая коррумпированная полиция в мире. В полиции сейчас изучают обстоятельства. Того вечера их, возможно, назначат служебную проверку. Говорят, все участники инцидента установлены. Открыто уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. А правоохранители долго не ехали к иностранцу, потому что все экипажи на тот момент были заняты. В то же время в полиции признают, есть недоработки в общении с иностранцами и обещают решать проблему. Билл Уоррен же пока разочарован. При первой возможности уедет в Западную Европу. Дескать, там спокойнее. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.